За последнее время в США вышла целая серия законов и документов, которые свидетельствуют о том, что против нас они ведут крупномасштабную войну. Закон о санкциях, по сути дела, пытается парализовать нас сырьевой сектор, который является основным источником валюты. Там же есть поручения спецслужбам, которые копаются в сейфах всех стран мира для того, чтобы доказать, что олигархия наша вытащила из страны триллионы. Не надо доказывать, уже всем давно известно, что 61 триллион рублей за последнее время выгнаны в офшоры. Есть вопрос в том, в состоянии ли руководство страны принять меры для того, чтобы это безобразие закончилось. Тем не менее, 2 февраля будет опубликован документ, над которым работают 15 спецслужб США. Я думаю, он будет огромный эффект морально-политической бомбы, которая взорвется накануне выборной кампании президента Российской Федерации. Законы, связанные со средством массовой информации, объявления нас, по сути дела, персоной нот-гранта на американском телевидении, свидетельствуют о том, что ужесточаются и меры по этому направлению. Пытаются преследовать наших спортсменов, раздавить честь спортивной державы, которая всегда выступала достойно на Олимпиадах и мировых первенствах. Нанесен удар и по советскому образу жизни, пытаясь представить коммунизм как сплошную зону насилия. Особый документ вышел в США 7 ноября, приуроченный к столетию Великой Октябрьской социалистической революции. Я уже не раз говорил, что если вам объявлена война, вы должны решить две проблемы. Во-первых, отмобилизовать максимально все ресурсы, которые есть для борьбы с своим оппонентом или противником. А во-вторых, обеспечить сплоченность общества. Ни первого, ни второго, к сожалению, в стране на сегодня нет. Те робкие попытки, которые выливаются в поправки в закон, в том числе о СМИ, мы поддержим, потому что этот закон давно назрел. И мы все сделаем для того, чтобы защитить свое информационное пространство от насилия и варварост. Но надо иметь в виду, что если вы посмотрите на информационную картину, которая развернулась накануне столетия Великого Октября, то, по сути дела, ведется информационно-психологическая война и на внутреннем фронте. Это откровенная информационная гражданская война, которая вылилась в целую серию совершенно непотребных фильмов. Кроме лжи и ненависти к своим отцам и дедам, они ничего не сеют в новом поколении. Вот в этом зале вчера состоялось награждение 130 талантливых ребят, которые участвуют в общероссийской выставке, посвященной Великому Октябрю. 4 тысячи картин написаны ребятами. Я хотел, чтобы вы хотя бы некоторые из них показали. Ведь это уникальная история удивительной страны, которая пыталась строить новый мир, где справедливость, труд, братство, будет определять будущее нового поколения. Меня радует, что молодое поколение лишено антисоветизма. Оно уже наелось олигархического капитализма. Оно понимает, что им не достанется ни земель, ни заводов. Все уже разворовано, растащено, приватизировано. И оно осознает, что их лишили возможности получать полноценное образование, достойное здравоохранение и реальную путевку в жизнь. Поэтому оно выступает за честную историю. Я приглашаю вас в кабинет. Мне вчера подарили чудную картину. Моя землячка, которая подготовила ее на выставку и получила высокую оценку. Там прямо сказано. Молодежь и дети хотят знать подлинную историю своей страны. Кстати, для того, чтобы отметить 100-летний юбилей Великого Октября, к нам приезжало 132 делегации. Даже в советскую эпоху не было такого представительства. Со всех стран, континентов, левые, коммунистические, рабочие, народно-патриотические партии, 60 генеральных секретарей и председателей, все международные организации, все до единого выступили. Два дня выступали в Таврическом дворце, где Ленин в апреле 1917 года прогласил план построения социализма в нашей стране. Выступали здесь, в Москве, были на Красной площади на параде. Познакомились с историческими достижениями. С восторгом смотрели и посещали нашу Аврору. Я хочу обратить ваше внимание, что все 132 делегации, независимо от политических взглядов, поддержали Российскую Федерацию в это трудное время. Ни один не бросил ни одного камешка против нашей страны. Я им задал вопрос, почему. Они говорят, хоть кто-то есть в современном мире, кто американщине, и этим янкам может сказать нет. Поэтому мы уважаем Россию, которая в свое время, подняв красное знамя Ленина, победила фашизм, и сегодня показывает пример мужественного сопротивления этому новому нашестью американской олигархии и их образа жизни, который весь пропитан насилием, провокациями и безумием, в том числе и против собственного президента в настоящее время. Мне казалось, что все каналы, информационные агентства заинтересуются. Приехал весь мир, есть возможность взять интервью, показать отношения к нашей стране, получить солидную поддержку. Было почти 500 депутатов всех парламентов, лидеры международных всех ведущих организаций, от адвокатов до фонда мира. Я был просто поражен, что на этом фоне шли бесконечные сериалы, напичканные ненавистью и ложью, омерзительной ложью. Я видел немало американских фильмов, где русский человек, наша страна, представлялась в абсолютно непристойном виде. Но то, что делают нынешние кинопрокатчики и нынешние продюсеры, переплюнуло и фашистов, и ебельсы, и всю эту сволочь вместе взятых. Когда двух мерзавцев и проходимцев показывают, как тех, кто за миллион марок немецких совершил революцию, то это значит, что унижают все, что можно только в нашей истории. Они презирают страну, которая поднялась против произвола царизма, беспомощности и распутничины, которая творилась в то время в державе. Они выступают против государственности российской, которой досталась нынешней российской власти и друг Владимира Ильича Ленина. Никаких других документов, подписанных другими государями, кроме Ленинского декрета создания Российской Федерации, нет. Они выступают против исторической памяти отцов и дедов, которые сражались, воевали, защищали храбро и достойно. Когда сейчас показывают НКВДшников или показывают красногвардейцев, это просто безумие. Те, кто этим занимаются, они больше мерзавцы, чем все американцы вместе взяты. Я имею в виду те антисоветчики и русофобы, которые сегодня раздувают этот кадил. Я считаю, что эта информационно-психологическая гражданская война, которая развязывается всякими передувертышами, предателями, ворами и негодяями, она подрывает все основные устои нашей государственности. Мы умилились кровью, но в Великой Отечественной войне. В 1945 году под красным стагом победы, знаменем октября, мы вышли все примирившиеся. Сейчас нам навязывают новые раскопки, новые столкновения, новые... Каким образом вы собираетесь бороться с этой сворой, которая обрушилась со всех сторон на нашу страну? Каким образом это можно одержать победу? Если хотите учиться, учитесь и в нашей истории. Сталин еще в 1931 году призвал поднять страну к высотам индустрии, культуры и образования, тем самым обеспечить победу. В 1934 году мы примирились с теми, кого раскулачивали. В 1935 году с казаками. В 1939 году с теми помещиками, у кого самонационализировали. И в 1941 году вступили в сплоченном обществе, а в 1945 году открыли двери для всех, кто эмигрировал из страны. А сегодня вместо того, чтобы объединять общество и принимать меры, которые позволили бы нам эффективно выступить, преодолеть кризис и двигаться дальше, на фоне глубокого финансово-экономического кризиса продолжается это вахханалия. Я призываю вас остановиться в этом безумии. Мы в любом случае отметим 100 лет создания ВЧК. Это будет 20 декабря. Дзержинский тогда вытащил из подвалов 4 миллиона детей, которых посадили за парту и сделали полноценными гражданами. Мы отметим 100 летие Красной легендарной армии 23 февраля, действительной победимой, которая ни одного сражения не проиграла. Мы отметим 100-летие Ленинского мусомола, самой выдающейся молодежной организации на свете. Отметим 200 лет Карлу Марксу. Его труды сейчас в Европе в 10 раз увеличились, в 10 раз увеличились тиражи. Отметим 200 лет Ивану Тургеневу, моему земляку, одному из талантливых русских писателей. Чтобы не визжали, чтобы не орали, чтобы не кричали, страна достойна встретить эти юбилеи. Редактор субтитров А.Семкин